Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой первое в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Оксана выходит из биоробота и становится рядом. Если в ее биороботе присутствуют чужеродные растяжки, голограммы, копии, подключки, они становятся видимыми и выходят из биоробота. У меня есть какая-то оболочка, она вышла из... Хорошо, вышла, да? Да, из биоробота. Биоробот чистый, ничего там нет, да? Сейчас проверим. Есть. На руках, на ногах что-то есть. Хорошо, селаем его намерение, снимаем с рук и ног эти артефакты, берем их в сетку. Готово. Защищаем физический биоробот Оксаны на время работы с тонкими телами. Берем Оксану в защитный скафандр, берем эту сетку и поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Оксану, отправляя в клетку тюрьму эти артефакты в сетке. И интересуемся, готова ли Оксана к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она за этой оболочкой, она оттуда кивает. Хорошо, скэнер. Просканируй Оксану, разрежь эту оболочку, отключи ее полностью вместе со всеми к ней подключенными чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Я ее включаю сейчас на полную мощность и весь четко и ясно. Выводи это все, отключай. Все формируется в шар. И как шар сформируется, селаем его намерение, отправляй его в клетку тюрьму. Пошел процесс. Не, на шее как, ну, завязана удавка, что-то такое. Перетянута шея. Перетянута шея. Хорошо. Влад, разрежь эту веревку и отправляй ее в клетку тюрьму. Готово. Хорошо, так лучше, Оксана? Намного лучше. Сейчас будем разбираться. Даю команду на счет риск. Скэнер сканирует пространство над головой Оксаны, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Оксаны, находит все. Я не помню, кто там, мимикрирует кто-то. Направляю печать Семер Хангела в удар. Сжигаю защиту. Гуманоид. Гуманоид, я тебя сейчас уничтожу, поразит еще. Ты что мне здесь, решил поиграться со мной, да? Ты обжег меня. Я тебе сейчас пробью дырку в твоей башке. В моих руках появляется шар с живой плазмой. Вот это ты сегодня получишь от Оксаны в конце работы. Хотела бы давно мне его отдала. Чуть громче что? Хотела бы что? Давно бы отдала мне этот шар. Если бы хотела, да? Угу. Ну хорошо, сейчас мы ее спросим. Итак, у нас один гуманоид. Кто еще? Все. Это твои артефакты гуманоид. Все? Веревка-удавка, оболочка. Артефакты на руках и ногах биороботе? Мои. Сколько ты находишься в этом биополе? И откуда ты? Сереж. Серьез. Понятно. Как долго ты находишься? Семь дней или восемь. Семь-восемь дней. Хорошо. Выстраивается прямой канал от гуманоида. С кем он связан? Кто дал ему задание? Это один, два, три. И силам его намерения притягив всех в клетку тюрьмы по каналу. Стоят в клетке тюрьмы. Если таковы и есть. Задание. И я не работаю по заданию. Какая цель твоей подключки была? Я вольный. Вольный кто? Ловец душ? И душ в том числе. Поработитель. Ну хорошо. Если ты вольный, то я полагаю, с сегодняшнего дня твоя воля закончится. Поработитель. Семь-восемь дней. Итак, я слушаю. Цель твоей подключки. Я хочу получить информацию от тебя. Это же очевидно. Словить сильную душу. На ней можно хорошо нажиться. Мало того, ее можно словить несколько раз. И отщепить кусочек биоматериала. Это оболочка. Оболочка. Зрачная. Понятно. Как туман. Хорошо, идем дальше. Можно и не понять. Можно и не понять. Ну, как видишь, поняли. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Оксаны. Спроизвать все энергетические и сферические каналы к гуманоиду. Выстраиваются каналы к этим кандалам. Веревки, удавки и оболочки. Даю команду тонкой копии. Произвести отчуждение всей чужеродной патогены. Низкооперационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная. По отношению к Оксане. Энергия страха. Энергия неуверенности. Энергия всех болезней. И все, что она получила от них, возвращается назад мощным потоком. Пошел процесс. Это не кандалы. Небольшие зажимы. Почему они находились в биороботе, а не в тонкой копии? Когда ослаблено физическое тело. Им легче управлять, а ей труднее справиться. Понятно. Хорошо обращаясь к Оксане, Оксана, ты эту ситуацию видишь? Да, конечно. А почему ты не используешь те средства, которые тебе доступны? Ту же самую живую? Я использую. Ты использовала живую плазму? Думаю, да. Всегда на чеку. Ну, дело в том, что он говорит, что если бы ты хотела, ты могла ее использовать. Но ты не используешь. Поэтому я переспросил. Он может, конечно, и неправду говорить. Но с другой стороны, если бы ты ее использовал, он бы здесь не находился сейчас. Ну, одно дело показывать, другое использовать. Я это имела в виду. Реверс закончился. Не действуют твои угрозы, похоже. Устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Оксана забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Два, три. Усилию потоки в 50 раз. Он от шеи управлял. Дергал ее за шею. Энергетический качель. Понятно. Поэтому у нее было так много энергии, а потом так мало, да? Это ты ее вырубал, то, что она спать засыпала на месте? Да. И что происходило в этот момент, когда она засыпала? Шел отток энергии? Когда она засыпала, я достраивал свои подключики. Понятно. Хорошо. Я полагаю, это все бы продолжалось, пока ты не построил всю свою конструкцию, а дальше перешел уже к воровству. Частичек души и биоматериала. Да. Реверс закончился. Отлично. Скэнер просканируй на чистоте гуманоида и этих подключек, находящихся в клетке-тюрьме. Осталось ли что-то еще или незамеченным? Чисто. Той команду на рассинхронизацию. На счет три. Оксана рассинхронизируется с гуманоидом и со всеми подключиками. Один, два, три. Пошла рассинхронизация. Заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белосвет Оксане. Этим светом выдалит из себя все негативное, патогенное, чужеродное, низкое аббрационное, остаточная энергия на чистоте интерферентов и его подключик. Свет пошел, энергия выходит, формируется в шар. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, под шаром уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Подхожу к Оксане, помогая моей энергии отстегнуть все каналы на счет. Три, один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Понятно. Хорошо, здесь мы закончили. Лия, прошу выйти со мной на связь. Что-то ты зачистил сегодня. Это же не я, это они. Сам удивляюсь, но опять гуманоид Сириуса. Восемь дней сидел в ученице. Пытался установить конструкцию. Воздействовал таким образом, что она засыпала на месте. В это время он устанавливал конструкцию. Кандалы были на руках и ногах. Удавка, веревка на шее. И оболочка прозрачная. Все это в клетке сейчас находится. Мы все забрали оттуда. Если все вернул, уничтожай его, мы заберем. Хорошо. Под его артефактами открывается воронка в галактическое ядро. Все это уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Забрали? Да. Хорошо. Вот так, Оксана. Бдительность и работа, а не угрозы. Если угрожаешь, тогда уже и действуй. Давай посмотри, сколько нужно энергии. Посмотрим, сколько нужно энергии Оксане. И какая частота вибрации. 380. И? 27. На счет 3 макушку головы Оксаны начинает поступать. 7 высоковибрационных потоков по 380 процентов. Каждые 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется. Распределяется. Распределяется. Усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Оксана. Как ты себя чувствуешь? Чувствую хорошо. Заряженный. Отлично. Работаем. Спокойный. Хорошо. Все, ты поняла? Я думаю, сделай выводы. Будем тебя возвращать назад. Для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Оксаны в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Пошел. Продолжение следует...